Господин хранитель традиции, добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Как вам начало сезона? На прошлой игре команда во главе под руководством капитана. Концентрировалась, можно сказать, на каждом вопросе. Было очень много весей, но, к сожалению, результат не всегда бывает такой, который желала бы сама команда. Просто пожелаем удачи. А чего не хватило команде, как вы считаете? По всей видимости, опыта. Просто опыта не хватило. Сегодня сыграет команда поопытнее. И перед началом игры я скажу, что все, кто сегодня в зале, перед игрой сдали тест на коронавирус. И у всех был отрицательный результат. Друзья, поздравляю вас. Дорогие телезрители, сегодня воскресенье, 16 мая. Против телезрителей играет обновленная команда Ровшана Аскерова. Юрист Инна Семенова. Журналист Айша Мустафаева. Кавалер Ордена Савы, креативный директор Роман Аркадашвили. Менеджер Джамиля Азизова. Юрист Лала Гасанова. Историк Ровшан Аскеров, капитан команды. Внимание! Против команды Ровшана Аскерова сегодня играют 13 телезрителей. Мамедали Гулиев, Баку. Роман Костин, Москва. Саадат Сеидова, Баку. Два телезрителя в секторе Блиц. Марина Лайша, Минск. Александр Лебеденко, Днепр. Эмилию Сублу, Сунгаид. Галина Андронова, Екатеринбург. Тугай Мамедзаде, Баку. Евгения Рыбак, Гродно. Алексей Кудрявцев, Битебск. Максим Рыкашов. В село Катериновка. Телезрители против команды Ровшана Аскерова. Как и всегда играем до 6 очков. Счет у нас пока 0-0. И мы начинаем первый раунд. Да, уважаемые телезрители, вам не показалось. С 2008 года в команде Аскерова полевыми игроками были только девушки. И вот мы видим, что Ровшан наконец-таки решился пригласить в команду еще одного мужчину. Господин Аскеров, добрый вечер. Добрый вечер, он с вами звучит. Что это вы вдруг решили разделить удовольствие от игры с девушками с Романом Аркадашви? Ну, у нас ничего не поменялось. Я же говорю, у нас всегда была команда. У меня был Роман с девушками, а сейчас вот Роман с девушками. Все. Все стабильно. Роман с девушками. Так сегодня играет Роман с девушками. Блиц. Три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждой. Чтобы победить в этом раунде, нужно ответить на три вопроса подряд. Госпожа Семенова, готовы? Я всегда готова. Телезрительница Алиса Грещенкова из Черновцов интересуется, что писатель Виктор Кротов назвал искусством думать не раздумывая. Время. Думать не раздумывая. Думать не раздумывая. Воспоминания. Ты думаешь не раздумывая. Память не раздумывая. Искусство думать не раздумывая. Остроумие. Остроумие, юмор. Еще что? Думать не раздумывая. Ты думаешь, но не раздумывая. Это то, что у тебя уже есть. Фантазия. Что еще может быть? Память. Думаешь и не раздумывая. Думать не раздумывая. Мечта может быть. Тишина. Вот сейчас и проверим, может ли господин Аскеров думать не раздумывая. Ваш ответ, Ваш выбор. У нас было несколько интересных версий. Последнее, то, что про афоризм. Все-таки это же афоризм Виктора Кротова. Он вообще известный афорист, составляет афоризмы. То, что в последней секунде я услышал, мне нравится версия романа. Господин Аскеров, оставьте в покое ручку. Не щелкайте. Что это афоризм? Афоризм, вы считаете? Внимание, правильный ответ. Искусство думать не раздумывая. Так Виктор Кротов сказал об интуиции. Была такая версия, кажется, у Джамиля Азизовой. Да, Джамиля, не ошибаюсь? Ну, госпожа Семенова говорила мне подсказывать. Да, госпожа Семенова? 1-0 в пользу команды телезрителей. Но, увы, капитана интуиция подвела. Алиса Грищенкова зарабатывает первое очко в копилку команды телезрителей в сегодняшней игре и становится богаче на 100 монатов благодаря Капиталбанку. Интересы команды телезрителей в играх клуба защищает представительница Капиталбанка Гюнель Фарзалиева. Гюнель Ханум, добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Перед игрой знатоки отвечали на вопросы анкеты. И вот новичок команды Айша Мустафаева, отвечая на вопрос, кто представляет для знатоков наибольшую угрозу, назвала вас. Кто? А хотите знать, как полностью выглядел вопрос? Я очень этому рада. И да, интересно услышать полностью вопрос. Кто представляет для знатоков наибольшую угрозу? Ведущий? Муршуд Исмайл Заде, Гюнель Фарзалиева или Анар Казиев? Тем ценнее это ваше мини-победа, госпожа Фарзалиева. Смотрите, какие у вас соперники были. Так что постарайтесь сегодня соответствовать ожиданиям госпожи Мустафаевой. Удачи вам. Очень постараюсь. И удачи телезрителям. На страже интересов знатоков наши старейшины Джалалу Руджев и Анар Казиев. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, господин. Анар, надеюсь, вы понимаете, что насчет вас мы просто пошутили в манкете. Надеюсь. Но тем не менее, Анар, 7 знатоков клуба так и не поняли, что мы пошутили и отметили вас в качестве основной угрозы. Представляете? Кто эти люди? А вот об этом позже, господин Казиев. А вы как считаете, кто наиболее опасен для знатоков? Для знатоков? Да. Наверное, Муршуд Мяльним. Муршуд Исмайл Заде. Да. Второй раунд. Признаюсь, много интересного узнал я из предсезонных интервью знатоков. Был в манкете еще и такой вопрос. Кто возглавляет рейтинг игроков, которые так и не сумели себя проявить в клубе? Господин Ализаде, добрый вечер. Добрый вечер, господин. Вы дали самый неожиданный ответ на этот вопрос. Почему Ровшан Аскеров в момент? Признаться, я не могу припомнить, когда Ровшан Аскеров последний раз в игре в нашем клубе. Возможно... Гродно. Это лучше помните. 2016-й. Гродно. Гродно, господин Ализаде. 16-й. Гродно. Господин Аскеров. 16-й для господина Ализаде. Вот господин Аскеров говорит, что было это в 16-м году. Недавно совсем, да, господин Аскеров? Да. Ровшан. Герой романа «Пять недель на воздушном шаре» Жюля Верна путешествует по Африке. Их появление так поражает жителей одного поселения, что те начинают буквально поклоняться путешественникам. Внимание, вопрос. Госпожа Мустафаева, почему через некоторое время героям пришлось срочно улетать, спасая свои жизни? Время. Там затмение было, они потому что это луна. Они загорели. Белые были. Они белые, думали, что это боги. Они загорели. У Хаггарда было то же самое. Там пришел человек в шортах, они думали белоногий. А когда он загорел, они поняли, что это такой же человек. Хорошо, они на воздушном шаре. Я тему дальше, следующая версия. Можно я скажу блин? Да, говори. А шар белый, они подумали, что он луна. Что родятся люди с луной, а потом луна и затмение. Да, но появилось две луны, потом две полные луны, они бы подумали, что... Прикольно. Второй вариант. Просто это название романа, это просто метка. Я недельно выжил шаре. Слушайте, ребята, с шарами как-то. С шаром, да, вот, газа. Ты знаешь, это или нет? Нет, я говорю, ну, у Хаггарда был абсолютно такая же история. Смотри, некоторое время загореть ему нужно несколько дней хотя бы. Некоторое время из затмения может быть. Шар может сдуться. Что-то с шаром, с корзиной или с людьми произошло. Шар не поднял, шар не клопнул, например, спустил, сари спустились. Именно они пришли забегать. То есть они в любом случае улетели каким-то образом, да? Они его надули и улетели. Ну, шар на огне. Белых людей не видели, Рома, они белых людей не видели для этого. Никогда не видели. Тишина, абсолютная тишина за столом. Господин Аркадашвили, тишина за столом. Господин Аскеров, ваш выбор. Да, сложный выбор. Мне, конечно, нравится эта история про две луны. Кто отвечает, Ровша? Вы отвечаете? Да, отвечать она надо. Ну, а можете повторить вопрос? Почему через некоторое время героям пришлось срочно улетать, спасая свои жизни? Ну, хорошо. Ну, скажем так, Рома, Аркадашвили. Вы сказали, что будете отвечать в Ровша. А, я прошу. Ну, они были все-таки в Африке люди темные, скажем так. А европейцы, они белые. И когда с воздушного шара сошли белые люди, их восприняли как... Потому что они летали на воздушном шаре до этого. Их восприняли как... Ваш ответ, Ровша. Вы слишком долго отвечаете. Ваш ответ. Так. Господин Аскеров. Сейчас я отвечу. Внимание... Сейчас я отвечу. Я отвечаю. Я отвечаю. Они загорели. Они загорели. И поэтому стали не такими белыми. И местные жители поняли, что... Они загорели и стали выглядеть как африканцы. Нет, они не стали выглядеть как африканцы. Вы так ответили, Ровша. Я просто пояснил телезрителям ваш ответ. Они стали более темными, скажем так. Дело в том, господин Аскеров, что путешественники прилетели в светлое время суток. Наивные африканцы приняли белый летающий шар за Луну, а героев за лунные божества. Но к вечеру на небе появилась настоящая Луна. Местные жители посчитали себя обманутыми. И мнимым божествам пришлось спасаться бегством. Господин Аскеров, давно я вас не видел. Не ломайте наш стол. 2-0 пользу команды телезрителей. 2-0. На крае одежды, а не две Луны было бы тогда. Евгений Рубак. Евгений Рыбак из Гродно. Зарабатывает 200 монатов от Капитал Банка. 2-0. Дорогие телезрители, если вы хотите сыграть против знатоков в 2021 году, присылайте ваши письма с интересными вопросами на адрес АС1000, абонентский ящик номер 5 или на электронный адрес walletgametv.as. Вопросы также принимаются во всех филиалах Капитал Банка. Третий раунд. Я, к сожалению, не помню, что ответил Ровшан на вопрос, кто представляет для знатоков наибольшую угрозу. Но вот для команды Аскерова, я так понимаю, наибольшую угрозу представляет сам Ровшан Аскеров. Ровшан, ну, не ответили, не ответили. Игра еще вся впереди. Не надо тебя накручивать, господин Аскер. Покажите, что у нас там на игровом столе. Итак, Баку. В третьем раунде против знатоков будет играть школьник Тугай Мамедзаде. К сожалению, Тугай забыл прислать нам фотографию. Роман, вы в порядке? Я в полном. Чего не скажешь о нашем капитане пока что. Ну, все нормально. В 2010 году лодку одного жителя Канады, плывшего по реке, затерла льдами и вынесла на берег. Оценив ситуацию, он понял, что выбраться из заснеженного леса ему не удастся. Но на его счастье, собой у него был топор. Через некоторое время за незадачливым туристом прилетел вертолет. Госпожа Семенова, во всей этой истории пострадали только жители близлежащего поселка. Внимание, вопрос. Что предпринял для спасения канадец? Время. Вот деревья начал рубить, и за ним какая-то экологическая полиция в реке. Это первая мысль, но еще что-то, но там жители пострадали. А их в чем там винили, может быть, что они ему что-то помогают или что-то? Как деревьев? Окей, топор. Если там не винили, еще, еще. Что можно делать топором? Разрубить лодку, разрубить деревья, разрубить лед, топором можно издавать какой-то звук. Да, стучать по дереву или по льду. Может быть, кто-то выбежал, как дети живут. Медведи, медведи выбежали какие-нибудь. И что случилось? Зима. Он разбудил медведя. Медведя мог разбудить? Да, разбудил медведя, а еще что? Они его убили бы, а жители пострадали. То есть это какое-то, что-то он устроил там, пожары или что-то. Лед, у него есть топор, топором он может рубить. Ребята, за ним прилетел вертолет, его с воздуха увидели. То есть как браконьеры за ним прилетели. Его сверху увидели. А разбудил медведи? А почему пострадали жители деревьев? Он угрожал этим жителям. И что, они бы там спасли бы его? Он подошел до жителей. Да нет, он подошел, проще. Он не дошел до жителей. А медведи разбудил медведи и пошел. Абсолютно. Тишина за столом, господин Аскеров. Вы же опытный знаток. Второй раз за три раунда предупреждаю. Нельзя разговаривать после сигнала. Кто отвечает? Инна. Госпожа Семенова. Ваш ответ. Ну, история долгая. Значит, этот человек попал в такую плохую ситуацию, был на берегу, и был у него с собой только топор. Ну, топором, очевидно, можно что-то рубить. И, возможно, он не придумал ничего лучше, как просто начал рубить деревья. Думаем, что в Канаде очень хорошо с экологическим надзором. Возможно, его просто заметили, что он это начал делать. Сразу же отреагировали и выслали туда вертолет. То есть он, конечно же, немного попортил природу для окружающих деревьев, это не очень хорошо, но спасся. Внимание, правильный ответ. Инна, вы представляете, сколько времени ему понадобилось бы, чтобы срубить то количество деревьев, из-за которого его должны были заметить потом? Что-то он успел сделать, я думаю. Господин Грасмейстер, мне интересно, у вас есть версия? Они не берут помощь клуба, я даже не знаю. Ну, может, он провода разрубил какие-нибудь электрические. Он разрубил бобровую плотину. Вертолет прилетел не случайно. Турист срубил четыре электрических столба, чтобы оборвать подачу электричества и вызвать реакцию ремонтной службы. Все получилось именно так, как он задумал, именно так, как нам рассказал господин Грасмейстер. Ну, а жители деревни, понятное дело, были недовольны. 3-0 в пользу команды телезрителей. Хороший был вопрос от школьника Тугая Мамедзаде, который заработал 300 монаток от Капиталбанка и принес команде телезрителей третье очко в сегодняшней игре. Господин Аскеров, а вы принципиально не будете брать, да, помощь клуба? Нет. Я думал, вы в Москве только такой. Господин Аскеров, может, все-таки стоит взять помощь клуба? Нет. Клуб готов вам помочь. Вот господин Грасмейстер высказался уже на этот счет. Я рад за господин Грасмейстера. Я господин Оруджев вам поможет обязательно, если у него будет такая возможность. И вы предоставите им такую возможность. Вообще, если 5 человек, которых мы собрали, чтобы играть в эту игру, не могут справиться, то зачем показывать, что эти 5 человек беспомощны? Мы лучше сами все сделаем. Мы выиграем и проиграем сами. Ровшан. Да. Сегодня у нас в музыкальной паузе наш друг Фуад Мусаев с песней «Королева красоты». Встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Королева Тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, Что красотой зайдешь любую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, Как в единственной на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, Любовь моя. Просадец видел я немало, и в журналах и в кино, Но ни одна из них не стала, лучше милой все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты, Ты милее всех на свете, королева красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, Любовь моя. По периодам бродит лето, солнце льется прямо спеши, В потоке солнечного света, у киоска ты стоишь. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, Как в единственной на свете королеве красоты. Как в единственной на свете королеве красоты. Как в единственной на свете королеве красоты. 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 четвертый раунд да господин аске давайте уже как-нибудь закроем тему помощи зала понимаете помощи клоу потому что вы же можете хотеть чтобы сейчас была зима но сейчас на 16 мая и вы не можете ровно такая же история не ждать мне нравится мой месяц вот видите тоже а мне нравится моя команда а мне нравится моя команда и в любом составе моя команда будет играть сама проиграть или вы давайте закроем эту тему это уже понятно я с уважением отношусь к вашему решению я не буду лично к вам больше обращаться с предложением взять помощь клубу это правильно витебск помощь ведущего это хорошо витебск против знатоков будет играть преподаватель алексей кудрявцев внимание рисунок госпожа гасанова мы скрыли от вас часть работы покажите работу нам телезрителям тоже можно и тогда мы скрыли от вас часть работы дизайнера антона жаворонкова внимание вопрос что мы от вас скрыли опишите время как можно показать что это автопортрет зеркало я не знаю значок какого нибудь инстаграма я не знаю я просто а почему она р может быть это зеркало отражение описать что скрыто дизайнер может быть это слово какое-то на я тишина за столом тишина за столом господин аскеров кто отвечает попробуй плаву госпожа гасанова и так посмотрите посмотрите внимательно на работу дизайнера антона жаворонкова вы видите букву я вот эта рамка черная как раз и есть скрытая от вас ваш ответ что мы от вас скрыли опишите а может быть может быть то что скрыта вот это черная ну у нас версия такая что я вот это это как бы зеркальное отражение это может быть сэлфи и под этим может быть скрыта рамка для зеркала рамка для зеркала внимание правильный ответ госпожа семенова вы во время минуты обсуждения сказали может слово скрыли которое на я начинается верно да я пыталась придумать какое-то слово на я а вот если бы я сказал что слово на я заканчивается вот давайте посмотрим как можно описать то что мы вам вынесли темнота свет вот буква я которая оказалась в замкнутом пространстве да посмотрите на экран мы скрыли от вас слово клаустрофобии это клаустрофобия 4-0 в пользу команды телезрителей алексей кудрявцев из витебска зарабатывает 400 монатов от капитал банк алексей мы вас поздравляем не знаю как госпожа фарзалиевой а мне вопрос очень понравился генуэль хану да господин ведущий отметьте пожалуйста этот вопрос отмечают уже второй вопрос который я отмечаю а какой был первый школьника вопрос тургая момент зады да хороший был вопрос про незадачливого канадца да внимание финальная игра пятилетия состоится 26 декабря если финале юбилейного сезона победят знатоки то каждый из них будет награжден орденом совы изготовленным лучшими ювелирами французской компании артюз бертран в случае победы телезрителей главной игре сезона автор лучшего вопроса финала будет награжден денежным призом от капитал банка в размере 6000 монатов пятый раунд также в этом году возможно мы узнаем имя нового гроссмейстера клуба первая тройка согласно голосованию клуба выглядит так пока в вопросе лидирует джалалу руджев на втором месте роман аркадашвили ну а на третьем таяр мусаев роман а вы как считаете кто должен стать следующим гроссмейстер мне кажется институт гроссмейстерства в принципе это не не самая важная вещь в нашем клубе поэтому одного нам вполне достаточно господин талыбов так не считает я думаю не знаю я не считаю что это не самое важное давайте так минск минск счет 4-0 злые вы сегодня господин аркадашвили господин аскеров против вас будет играть фотограф марина лайша роман в одном интервью владимир набоков рассказал о собственной шкале оценке критиков его произведений больше всего он ценил критиков которые прочли все его романы чуть меньше тех что прочли почти все романы ну и так далее предпоследними в шкале набокова были критики которые смотрели фильмы по его роману внимание вопрос почему говоря о последней категории критиков набоков упомянул три буквы о время что такое три буквы о давайте просто посмотрим что за последние категории которые не смотрели сколько этого романа он не смотрели по его роману кого то она бабушка сказала однако у нас ну кто это типа у вот а кто не знает и вообще может так слышал по рассказам что еще может быть хуже чем вот кто смотрел общество слышали о нем слышали о нем нобелевскую Набоково. Набоково. Набоково Веды. Набоково Веды. Они должны все читать. Ково Веды. Ну тут три О, да. Почему последняя категория? Это самые люди, которые вообще его не читали. Или наоборот, все. А, наоборот перевру на Боково Веды, которые считают, что они понимают. Литературу Веды не получают. Набоково Веды, которые имя сградат. Это классно. Итак, тишина. Опять тишина за столом. Кто на этот раз отвечает? Джамиль. Повторите вам вопрос. Набоков рассказывал в одном интервью о собственной шкале оценки критиков его произведений. Больше всего он ценил критиков, которые прочли все его роман. Чуть меньше тех, кто прочли почти все роман. Предпоследними в шкале были те критики, которые смотрели фильмы по его романам. Почему, говоря о тех, кто занимал последнее место в шкале Набокова, автор упомянул три буквы О. Тишина. Ну, логика у нас такая. То есть, иногда знания подразумевают собой незнание. То есть, ты можешь считать себя специалистом в какой-то области, но на самом деле в этой области совершенно ничего не понимать, потому что ты не понимаешь внутренний мир того, скажем, в данном случае автора, литератора, о котором ты высказываешь какие-то суждения. Поэтому вот у нас вот родилась такая идея, что это те люди, которые считали себя самыми как бы крутыми и все знающими специалистами в области Набокова, так называемые Набокововеды. Слово, в котором вот мы нашли как раз три буквы О. Я вас понял. Внимание, правильный ответ. Смотрите, из вопроса следовало, что критики все хуже и хуже знали о творчестве Набокова. Все книги прочитали потом меньше, меньше и так далее. Были критики, которые смотрели только фильмы по его роману. Хуже знали и творчество Набокова, и самого Набокова. Я ведь много раз, повторяя вопрос, произнес фамилию писателя. Последняя категория критиков не читала книг Набокова, не смотрела фильмов по этим книгам. Набоков с горечью говорил, что эти люди даже не знают, как правильно пишется его фамилия. И пишут ее с тремя буквами О. НО БОКОВ. 5-0 в пользу команды телезрителей. Марина Лайша из Минска. Зарабатывает 500 монатов от Капиталбанка. Счет 5-0. Анар, почему вы улыбаетесь, господин Катя? У нас была версия, но мне сказали, что он Набоков, а не НО БОКОВ. А, то есть вы из последней категории, я так понял, НО БОКОВ. Не, я как раз знаю, что он Набоков, но у меня было что-нибудь связано с его фамилией. Ну так, да? Ну хорошая версия. Лала, вы подтверждаете, да, версию она? Подтверждаю. А вы не верите? Верю, конечно. Господин Ализаде, как вам вопросы? Прекрасные вопросы, вполне играйные. Господин Оруджев, что вы можете Ровшану посоветовать? Меньше переживать. Я вижу, что его нервозность команде передается тоже. Уходи на пенсию. Если честно, да, мне тоже кажется, что реакция Ровшана на первый невыбранный им правильный ответ, вопрос об африканцах и о Луне, вот как раз его реакция и внесла, скажем так, нервозность в игру команды. И вот команда до сих пор не может собраться, прийти в себя после этого. Рекламная пауза. Рекламная пауза. Счет 5-0 в пользу команды телезрителей. И мы начинаем шестой раунд. Последний. Последний. Госпожа Азизова, внимательный зритель давно уже понял, что наибольшим влиянием на Ровшана обладаете именно вы. Да. Скажите, вы не хотите взять в помощь клуба счет 5-0? Вы, не господин Аскеров, я обещал к нему не обращаться. Вы, госпожа Азизова, скажите. Нет, спасибо. Не хотите повлиять на Ровшан? Нет. Нет. Скажите, а почему он к вам именно прислушивается, а не, например, госпожа Семенова? Не имею ни малейшего представления. Она ближе. Я тоже ближе. Может, госпожа Семенова на Ровшана повлияет? Давайте поиграем просто. Давайте просто поиграем. Москва! Давайте. Это не получается. Господин Аскеров, против вас будет играть Роман Костин. Писатель Януш Вишневский говорил, что если бы она длилась слишком долго, то можно было бы умереть от истощения или бессонницы, аритмии или тахикардии и даже голода, а то и вовсе попасть в сумасшедший дом. Внимание, вопрос. Господин Аркадашвили, о чем так сказал Януш Вишневский? Время. Любовь или любовь? Это влюбленность. Вот когда ты прямо эмоции, гормоны у тебя, вот это все. Любовь, да? Да, любовь, она так должна проходить, в принципе. От истощения и тахикардии. Давайте другое придумать. Это первая любовь. Это первая любовь. Любая любовь, неважно. Вообще любовь. Давайте от любви отойдем и придумаем что-то другое. Пожалуйста. Истощение не кушаешь, аритмии, сердцебиение, сумасшедший дом, еще что там было. А сколько он пессимист? Пессимист. Пессимист. От чего вот эти симптомы могут возникать? Кроме любви? Влюбленность, любовь. Просто какая-то влюбленность может длиться еще такое эмоциональное у человека. Горе, радость, счастье. Она, она, она. Жизнь. Может быть сама жизнь? Она долго ребенка. Ночь. Ночь была мысль, но это не полярная. Не так долго. Такая вот популярная беспокойная вот такая. А что может быть выжить? Игорь, ты долго сидишь и играешь какую-то игру. Переписка. Ожидание. Итак, тишина за столом. Господин Аскеров, кто на этот раз ответит? Инна Семенова. Госпожа Семенова. Януш Вишневский говорил, что если бы она длилась слишком долго, то можно было бы умереть от истощения или бессонницы, аритмии или тахикардии, даже от голода. А то и вовсе попасть в сумасшедший дом. Ваш ответ. О чем так говорил Януш Вишневский? Я думаю, что это влюбленность, любовь. Влюбленность или любовь? Это одно и то же. Это не одно и то же. Это одно и то же. Нет, это не одно и то же. Влюбленность или любовь? Это любовь. Это любовь, потому что это все описывает… Это не влюбленность, вы считаете, это любовь? Это все, что описывает любовное отношение одного человека к другому. Когда у тебя бьется сердце, когда ты хочешь видеть человека, когда ты хочешь... Любовное отношение одного человека к другому... Это любовь. Сюда можно отнести и любовь, и влюбленность. Поэтому я хочу конкретно попросить, чтобы вы выбрали влюбленность или любовь. Любовь. Любовь вы считаете. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Госпожа Азизова, а вы бы выбрали влюбленность или любовь? А я не отвечала. По словам Януша Вишневского, истощение, аритмия, тахикардия, голод, бессонница и даже сумасшествие грозит тем, кто слишком долго находится в состоянии влюбленности. Влюбленности. А это не одно и то же, господин Аскеров. Господин Аскеров, любить человека можно всю жизнь. И всю жизнь не может сопровождать это чувство, все, что я перечислил. А влюбленность это в таком... Господин Аскеров. Господин Аскеров, давайте так. Господин Аскеров, сейчас сначала Ровшан попробует обосновать версию. Даже классика, что любовь живет три года, а дальше люди живут уже уважение, другие какие-то, дружба, обязанность, привязанность. Это может в вашем случае, господин Аскеров. А так любовь живет. Любовь и влюбленность, вы не можете делать разницу. Кто-то называет это любовью, кто-то влюбленностью. Ключевой момент, что это отношение, сердечное отношение. Дальше все в вопросе построено на реакции сердца и организма. Это острая фаза любви. Любленность. Кстати, госпожа Семенова во время минуты обсуждения объясняла, почему это. Она сказала, это состояние влюбленности, гормоны. Да, господин Аскеров. Да, господин Хранитель Традиции. А любовь это не гормоны, да, господин Аскеров? Любить человека можно всю жизнь. Это что означает? Всю жизнь страдаешь от бессонницы, аритмии, тахикардии. Да. А как? Сколько лет вы женаты, господин Аскеров? Я 21 год. И вы 21 год страдаете от аритмии, тахикардии, бессонницы. И даже голода. Да, господин Аскеров, да. А раньше нет. Господин Хранитель Традиции. Господин ведущий, это такая тема, на которую можно говорить долго. Но мы долго не будем говорить. И писатели об этом пишут, и Набоков говорил. Но сегодня, вы понимаете, когда я слушал госпожу Семенову, а я, на самом деле, очень внимательно слушал, потому что при счете 0,5 надо очень внимательно послушать. В ее понимании, да и в моем понимании, и всех людей, которые испытывали это чувство и продолжают испытывать, это является синонимом. То, что вы сказали, да, я понимаю вас, когда вы говорите, что человек не может постоянно испытывать. Но для нас, для людей, живых людей, которые полны этими чувствами, для меня это является синонимом. Так же, как и для госпожи Семенову. когда вы несколько раз спрашивали ее, так влюбленность или любовь, она на конечной, ответственно, конечно, в конце концов, это любовь. Господин, капитан команды телезрителей, Муршот, Исман Заде. Да, господин ведущий, дело в том, что, и вы очень хорошо объяснили, эти все чувства, они касаются именно вот этой стадии влюбленности. И кроме того, вы несколько раз переспросили Инну Семенову, чтобы выберите из двух ответов. То есть вы считаете, что Инна ответила неправильно? Она выбрала неправильно. К сожалению, для команды. Мы, к счастью, играем не в кроссворды разгадывать. И у слова любовь есть очень точный синоним слова влюбленность. То есть любовь, как процесс, это однозначный синоним слова влюбленность. Однозначно так. Это, друзья мои, друзья мои. Одно из значений слова «любовь». Если бы мы разгадывали кроссворд, и он не помещался бы это слово, я бы сказал бы «да». Госпожа Харзалиева. Да, господин ведущий, ну, наконец-то. Что «наконец-то»? 6-0? Ну, спрашивайте мое мнение. Ну, конечно. Как по-другому? Ваше мнение? Мое мнение, что ответ должен был быть влюбленность. Учитывая то, что вы несколько раз уточнили, знаток уже должен был понимать, что нужно выбирать один из двух и сделал неправильный выбор. Потому что любовь может быть разная. Матери к сыну, там, отцу к дочке и так далее. Это любовь. Да, да. Ни одна знака не обязательно. Мать и отца не влюбляются, да? Их любят и любят. Совершенно верно. 6-0 в пользу команды телезрителей. Роман Костин из Москвы заработал 600 монатов от «Капиталбанка». 6-0. Увы. Увы. Победа телезрителей во второй отборочной игре сезона 2021 года. Вот имена победивших телезрителей. Алиса Грещенкова. Вопрос об интуиции. Была версия у команды. Евгений Рыбак. Вопрос о героях Жюля Верна. Которых приняли за божества. Тугай Мамедзаде. Вопрос о рыбаке и топоре. Алексей Кудрявцев. Вопрос о клаустрофобии. Это был самый сложный, но и самый красивый, на мой взгляд, вопрос этой игры. Марина Лайша. Вопрос о Набокове. И победу. Победу команде телезрителей принес Роман Костин. Вопрос о влюбленности. Не о любви, господин Аскеров, а о влюбленности. Автор лучшего вопроса определит госпожа Фарзалиева, представительница Капиталбанка. Юнель Ханом, вам слово. Господин ведущий, да, мне понравилось несколько вопросов, но все-таки я останусь при своем первичном мнении. Тугай Мамедзаде. Я обосную, почему. Мне очень нравится, что школьники смотрят нашу передачу и придумывают вопросы, чтобы для них была тоже мотивация и дальнейшие успехи в этой сфере. Браво, госпожа Фарзалиева. Авторы лучших вопросов также награждаются сертификатом на экскурсию по историко-этнографическому заповеднику Гала от управления Ичари-Чаха. Лучшему знатоку сегодняшней игры достанется книга Уолтера Айзексона «Биография Эйнштейна». Определят лучшего наши старейшины Джалал Оруджа Иоанна Арказиев. Господин Оруджев, ну, когда счет 6-0 в пользу команды телезрителей, наверное, сложно назвать лучшего знатока. Но, тем не менее, постарайтесь, Джалал. Ну, я думаю, все-таки Инна, потому что было несколько версий, которые правильно она дала. Ну, к сожалению, получилось. Ну, как минимум, направление с направлением, да, Инна угадывала. Угадывала, где надо было искать правильный ответ. Господин Казиев. Я согласен с господином Оруджевым. Госпожа Семенова. Биография Эйнштейна. Авторство Уолтера Айзексона. Эта книга ваша. Спасибо. Итак, друзья мои, ровно через неделю против телезрителей в третьей отборочной игре будет играть команда Нермин Искендеров. Господин Аскеров, увы, ваша команда потерпела поражение и прекратила выступление в юбилейном сезоне. Равшан. Да? Что вы хотите? Очень хотел, очень хотел, чтобы вы сегодня победили, но, к сожалению, Да, я это, я это, мы почувствовали. Вы знаете, господин Аскеров, вот ведущему сложно порой. Ты болеешь за команду, но надо быть справедливым. Вот, вот так сегодня примерно и произошло. Эта игра окончена, господин Аскеров. Спасибо вам и вашей команде, а также нашим телезрителям за игру. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Спасибо. 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 «Симон»